Браконьера у батька и сына, которые ловили диких качек на воду, затримали у центра Гродна. Завершается Восинский призыв. С 25-го Кострышника начинаются отправки молодого пополнения. Будовництво поликлиники у микрорайоня Альшанка плануется завершить ранее намеченных терминов. На кафедры зоологии и физиологии Купаловского университета з'явилась мурашиная ферма. Завершить будовництво поликлиники на 650 наведывания в измену у Гродинской Альшанцы плануется до терминова. Объект запотребованный. У микрорайоня проживая каля 30 тысяч человек. Большость – молодые и многодетные семьи. На данном этапе 90% огольнобудовнейших работ уже выполнены. А вот жилый микрорайон по улице Лицкой растет разом с объектами социальной инфраструктуры. Катерина Бенедесюк подробязни. Поликлиника у микрорайоня Альшанка – объект доухачаканы для мясцовых же хоров. В удовництво сучастной медицинской установы, различные на 650 наведывания у измену, ведется запереджением темпов. А кроме дорослыха, тут открыется детячая отделение, жанночая консультация и розные лаборатории. Выполнены 90% общественных работ, ведутся стукатурные, малярные работы, специальные работы сантехнические, отопление, вентиляция. Частково проблему запотребованности Альшанки у медицинским объекте сняли амбулаторы для дорослых и детей у кроковом доступе. Однако полновартосную поликлинику 30-ти тысячный молодый микрорайон чекает давно. До речи, увод объекта запланованный на май 2023 года. Але будовники плануют сдать поликлинику до терминова. Махчима уже у наступном годе. Про социальную инфраструктуру и комфортные умовы для проживания у новом микрорайоне, який разместился на месте былой войсковой части по улице Лицкой, проектировщики подумали загадя. Головные принципы тут – кроковая доступность у всех социальных объектов. Микрорайон, конечно, проектировался со всей необходимой социальной инфраструктурой, в которую включается детский сад, школа, магазины, общественные торговые центры, полностью необходимые для существования микрорайона. В этом микрорайоне предусмотрена школа с детским садом, вернее, правильно сказать, детский сад с начальными классами, так как средняя школа находится на расстоянии 800 метров в радиусе доступности, а для детей младшего школьного возраста этого недостаточно, только 500 метров, поэтому здесь предусмотрен именно детский сад с начальными классами. Поликлиника для дорослых до речи тут доступна у радиусе километра. Абус амбулатория для детей на 70 наведывания у смен з'явится на першем по версии одного из домов. Дарайши будовництва жилья тут ведется активными темпами. На даденном этапе завершается узведение чергового шматкватерного дома. В данный момент работы ведутся на объекте жилой дом номер 11 по улице Лицкой. На объекте сейчас работает порядка 50-60 человек. Уже построена высотка первая и строится еще 4 секции, 12-10 этажей. Параллельно ведутся отделочные работы. Домы розной поверхности разместились на невеликим участку. Про их проектование были уличены особливости рельефу. Одразу продумали зоны вольные от автомобилей у изручные подъездные шляхи. Усяго в микрорайоне по улице Лицкой, яке расте на узкрайку лесопарковой зоны, будзе узведено 12 домов. Это больше за 1600 квадер. Тым часом социальная инфраструктура развивается и у молодым гродинским микрорайоне Грандича. До конца года тут планують открыть детячую амбулаторию. На объекте завершаются будовничные работы, где закупка обсталявания формируется штат работников. Параллельно у микрорайоне узводится середняя школа. Восинская призывная кампания у Прын-Немани наблизилась до финальной стады. С понеделком 25-го Кострышника у регионе пошнется отправка молодого пополнения во Узбройные силы Республики Беларусь. Непосредственно с областного центра и Гродинского района на терминовую службу накируются коля 400 юнаков. Головными критериями отбору стали физичная кондиция, психологичная устойливость и морально-волявые якости. «Вооруженные силы – это неотъемлемая часть нашего государства. И конституционная обязанность, которая распространяется на наших парней, она подразумевает порядочное, профессиональное отношение к поставленным задачам. Ведь служба в армии заключается не только в выполнении задач боевой подготовки. Это и становление молодого человека как мужчины, осознать о том, что он является защитником своего дома, защитником своего города и в целом защитником своего отечества». На контрольную явку у военкоманд Гродна и Гродинского района прибыли коля 30 молодых людей, які у складе перших команд уже на наступным тыднем накируются до места у проходжения службы. На переды дня отправки для юнаков было организовано информационно-ознаемленшее мероприемство «День призывника». Своим опытом службы с присутными подделились запрошенные ветераны Узбройных сил. Отставные офицеры нагадали призывникам, что оборона Айчыны во все часы была святым обовязком мужчин. «В то время отправляли служить в разные точки Советского Союза. Там можно было, как говорится, родиться на Западе, поехать на Дальний Восток. Вот. Ну, ехали, ничего, как говорится, не боялись. Дорогу осиливают идущие. Поэтому я им и хочу сказать, что старайтесь, ребята, старайтесь понять, что от вас хотят, что вы должны сделать. Все получится». Все это авосинский призыв проходит ранее из Вычайного. Отправки нового пополнения у военной части излучения распочнуться уже 25-го Кастрышника. Накеровываться на терминовую службу забластного сборного пункта молодые люди при нем они протягнут до 19 листопада. Улику новобранцев будет и 400 наибольшь физично и морально подрыхтованных призывников Гродна и района. Полевание варварским методом. Батьку с сыном, які ловили диких качек, при допомозе воды затримали на немане у центра Гродна. Мужчины насаджували мякиш на рыболовный крючок. Птушка хапала хлеб и оказывалась у смиротной пасцы. Браконьеры вытягвали качек, верогодно душили и складывали неподалеку зароснику. На горячую линию Гродненской областной инспекции поступило сообщение от жителя города Гродно о том, что двое неизвестных граждан на левом берегу реки Неман в лесопарковой зоне Лососна в городе Гродно добывают охотничий вид водоплавающих птиц – уток. В ходе разбирательства было установлено, что указанные граждане в запрещенном месте для охоты незаконно добыли с использованием бамбуковой палки с леской, крючкам, хлебам, две особы утки кряквы. Неман у центра Гродно дикие качки облюбовали давно. Водоплавные настолько привыкли до человека, что смело берут корм навод из рук. А у выходных колькость жадающих родинцев пачастовать качек вырастает удвоя. Показание, что затримание порушальника у природоховного законодавства з'является следством не только рейдовых проверок. Як свешать инспекторы, яны оперативно реагусь на факты, про які сигнализуются необыяковые грамадяне. Дякую, чему браконьерам не удалось позбегнуть отказностей и гэтым разом. Размер вреда, причиненного окружающей среде, незаконной добычей двух особей кряквы составил 180 базовых величин или 5220 белорусских рублей. На место также выбивала следственная оперативная группа Октябрьского РУВД города Гродно. Предметы преступного посягательства и орудия совершения преступления изъяты сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незадекларованная продукция на 27 тысяч рублей выявлена супросовниками Гродзинской региональной мытни. Таким чином, припинена незаконная спроба увозу товару на территорию Евразийского экономического союза. Сборный груз накеровался с Литвы про спункт пропуску Каменный лог. Згодно с предоставленными документами у транспортным сродку у литовской фирмы-перовозчика находилась 15 тысяч одинок розных товаров для калятных и новогодних святов. Однако по выниках догляду было установлено, что на сам РЭШ звездки об еще 16 тысячах одинок у документах отсутнишили. По факте недокларования мытни распочатый администрационный процесс. По водле законодавства, такое правопорушение тягнет отказностью в выгляде штрафу, який может складать до 30% от кошту утоинного товару. Министерство Аховы Здоровья админило обовязковый масочный режим у громадских местах и транспорте. Гэта предуглеживаясь зменты 111-й постановы, у якой актуализованы санитарно-протиэпидемичные мероприемства уперед регистрации выпадков инфекции COVID-19. Говорка, где об применении кераунистам организаций необходных мер по забеспечению контролю за выкорыстанием сродков обороны органов дыхания работниками подчас наведывания грамадянами объектау и организации при отсутности махчымасти социальной дистанции. Медустановы повинны распрасывать планы организации работы у режиме, який забеспечивая умовы инфекцийного стационара, схемы зонирования и логистики. Постановы адменина применение администрационной отказности у дочинения до физичных особ за невыкорыстанием масок на объектах усих форм уласностей и у транспорте. Однако во умовах бягучей эпидситуации Министерство рекомендует грамадянам выкорыстовывать сродки обороны органов дыхания подчас наведывания объектов и организаций. По дательных Министерствах у выздоровья за сутки у Республицы зарегистровано 2082 пациента с COVID-19, выписано 2034. С початку пандемии на территории краины зарегистровано 582 111 человек с остановчим тестом на коронавирус. Усяго вылечилося 554 449 пациентов с ранней подсверженным COVID-19. Заперед распаусюживание инфекции померло 4482 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Мурашек у якости темы для навыковых работ и проектов студенты Купаловского университета будут выбирать частей. Азнашись, станут свядомы новые факты жития гэтых насекомых. Справа у тем, что на кафедры зоологии и физиологии человека и живел факультета биологии и экологии изъявилась мурашиная ферма. Формикары, такая навыковая назва домика для мурашек, уже выкористовываются на практичных занятках и рубят спершие весновы. Подробя с ней, увидя о сюжете. Здесь у нас есть три свободные камеры, куда мы пока муравьев не запускаем, потому что их мало. Когда колонии станет побольше, мы достанем вот эту заглушку и они будут спокойно себе вот здесь передвигаться. На ферме живут степовые мурашижнецы, якие у белорусской природе не сустракаются. У их зусим непривышные для нас мурашники. Их домик схованы под землей и поделены на особные камеры. Их насекомые пристосовывают, например, под тяплицу, кладовку, те, дитяший покой. Поскольку это муравьевнецы, они питаются семенами растений. То есть они эти семена сначала складывают в свои кладовые. Тоже можно понаблюдать, как маленький муравей тащит огромное, например, в два раза больше себя какое-то семя растений. Затем они их выкладывают на акриловую подложку. Она должна быть обязательно влажной. И какое-то время эти семена там лежат. То есть они размачиваются, как выяснилось. И только потом они эти семена разгрызают, сами питаются. И очень интересно, как они кормят личинок, куколок. Мураши-жняцы тековы своим внешним выглядом и ладом жития. До приклада среди 30 особен в этой колонии есть одна матка, она откладывая яйки, один солдат, он оховое гнездо и перемолвая на сене рослин остатние рабочие, которые занимаются гадаванием потомства, пробирают и выконывают всю остатнюю прасу. Теперь у гродинских студентов зоологов появилась уникальная макшимость поназирать за тайным и цикавым життем этих насякомых. Многие виды муравьев, они строят большие муравейники. И мы, обычные люди, видим только их надземную часть. А то, что скрыто под землей, вот эти многочисленные камеры, где они кормят личинок, выводят их, помогают их растить, это все недоступно. И на примере вот этой муравейной фермы студенты могут сами понаблюдать, сами покормить могут значит муравьев. Какие-то вот для себя пометить особенности. Зявление фермы на кафедры додало наглядности и практичности в учебному процессу. Цепер макшима вести реальное назирание за житем колонии, подтверждать теоретичные веды, набывать новое и навыто робить открытие. Такая практика дозволяет поширить спис тем для студентских доследований. Студенты выбирают тему своей дипломной работы тех животных, которые им симпатичны. Потому что и легче так выполнять дипломную работу свою научную, все-таки душа лежит, скажем так. И муравьи, они их очень часто выбирают, но, к сожалению, просто там пойти в лес где-то найти муравейник это одно дело. А вот посмотреть за тем, как там они бегают, что они делают, что у них там новое приключилось, это на самом деле очень интересно. Меркоючи по тем, что у одной из камер хатки з'явилися яйки, лечинки и куколки, умовы и догляд студентов-зоологов жняцам подобаются. Коли и далее так поездят, кажут специалисты, про сгод типа утара, мурашинная колония кафедры повелишится удвоя. У этой совести тут продумываются макшимости повеличения квадратных метров фермы. У Гродинской области участок восемьских каникул у оздоровленческих лагерах отпошли около 4800 школьников. Для детей подрыхтована великая программа. Это мастер-классы, квесты, экскурсии, спартланды и не только. В связи со склавшейся эпидситуацией будут пропонованы и онлайн-лагеры со своей программой. Традиционно продолжат працу и усе установы додатковой эдукации, які, як подкресливают специалисты, застаются популярными у школьников и батьков. А кроме того, на початку листопада стартует выборчая кампания у молодзевый парламент шостого скликанья при Гродинском областном совете депутатов. Подробязни об организации вольного часу дятей на каникулах у рубрыцы «Комментары дня». Планируется в области открыть оздоровительные лагеря. В них смогут отдохнуть порядка 4800 наших учащихся разного возраста. Ребята помладше смогут задорно отдыхать и проводить время в рамках каких-то развлечений, мероприятий познавательного профиля, спортивного. Ну а ребята постарше в профильных отрядах или лагерях смогут продолжить свой образовательный процесс по каким-то предметам и углубить свои знания в той или иной области. Что касается учреждений дополнительного образования, они в каникулярный период будут работать в таком же штатном режиме, предполагается много интересных мероприятий для кружковцев. Это различные формы, это и квесты, это мастер-классы. Интересный проект будет реализован в Мостовском Центре Творчества Детей и Молодежи. Направлен он на профориентацию наших школьников от косплея до профбума. Предполагает несколько этапов несколько мероприятий таких блоковых с знакомством с различными профессиями, с виртуальными экскурсиями по нашим предприятиям нашего региона. В целом онлайн-форума она такая сегодня достаточно развита уже и онлайн-лагеря, онлайн-мероприятия, инстаграмы, фестивали в принципе будут очень актуальны в этот период. Надеюсь, максимальное количество школьников примут участие в различных конкурсах, эстафетах. Что касается регионов, в каждом районном центре аналогичные проекты, как по примеру Мостовского района, были тоже организованы в областном дворце творчества детей и молодежи. Волковыцкий центр творчества детей и молодежи запускает онлайн-лагерь Каворкинг Китс. Ашмяны реализуют свою программу каникулы. Тоже интересное, игровых много программ, заседания юных краеведов, мастер-классы для оздоровительных лагерей. В целом, то, чем насыщена жизнь учреждений дополнительного образования, будут транслироваться, конечно, и на оздоровительные лагеря, которые как на базе учреждений дополнительного образования, так и учреждениях общего среднего. Во Дворце Творчества продолжат работу мастер-классы, бассейн, объединение по интересам. Много интересных мероприятий пройдет у наших пионеров. Это заседания и областной палаты, это районные свои форумы, районных пионерских дружин. Чем характерны и чем, какова особенность каникулярного периода для школьников стартует именно в каникулярный период избирательная кампания в молодежный парламент шестого созыва при Гродненском областном совете депутатов. Ребята, школьники смогут очень отдыхая, активно поработать над своим имиджем будущего депутата, над программой, инициативой, с которой они будут участвовать в избирательной кампании. В этот же период и студенты тоже примут участие в избирательной кампании, но уже в рамках своего обучающего процесса. В первые дни осенних каникул стартует областная акция «Антинаркотическая миссия жить». Она имеет уже такие глубокие корни. Это инициатива депутатов молодежного парламента первого созыва, направлена, безусловно, на профилактику употребления нашими молодыми людьми наркотических средств, направлено против распространения наркотиков, охватит полностью всю область, примут участие все учреждения и дополнительного образования, и школы. Головная краница ведау об добрым и вечным были и застаются книги. На сторонках выдания у маленькие беларусы могут знайсти отказы на любые питания. До этой краницы ведау звертаются и дорослы. Тема каханья, семьи, батьковства и материнства одна из тех, что николи не стратить свою актуальность. Как личность гродзинские библиотекары, говорить об семейных каштовностях необходимо начать с малых годов. Катерина Старшавая расскажет. Максим Горкий, Леу Толстой, Валентина Асеева и Виктор Драгунский, Миколай Носов и Корней Чуковский. На чудовных книгах этих авторов выросло не одно поколение детей. Герои классичных творов, приклад поваги до старейших и любови до близких, узор семейных относинов. Цекавую книгу, на сторонках якую можно отшукать отказ на любое пытание, юных родинцы зауседу могу знайси у библиотеках областного центра. Детей знакомят с новинками литературы, с интересными произведениями белорусских писателей, русских писателей, зарубежных писателей. Ребятам очень нравится и они часто приходят самостоятельно, берут книги, журналы, читают. Библиотека теперь не просто книга сховища, а еще место для теплых сустрэч. Так, на размову об семейных каштоунасе о батьках и матьаринстве в библиотеку номер 2 запросили хлопчика у девчонок з 11-й школы. До гутерки долучилися дорослые гости, які допомогли погрузиться школьникам в важную тему глибей. Матерью непресвятой мамой жизнь осенена. Если что-нибудь я стою, все от мамы все она. Спасибо тебе за любовь и за ласку, какое окружало меня ты всегда. Спасибо тебе за любимые сказки, что ты каждый вечер читала тогда. Мать Ильи Репина она мужественно переносила все тяготы жизни для того, чтобы выжить и нажила шубы на заказ, занималась вышивкой, гладью. Заметив в сыне его такой художественный дар, тем не менее она собрала последние вот эти деньги и отвела его на учебу к иконописцу Бунакому, а затем отправила его в Петербург для того, чтобы он продолжил все-таки свое образование. даме для творчести и дать силы для дальнейшего развития. По словах Викторы, у сей заслуги дякую чай семьи. Поэзия – это все мое житие, а мама для меня – это муза, это мой ане лоховник. Не с дарма другого книжицу своих вершев я так и назвала ане лоховник. Это присвящение маме, потому что она завсю веде меня пожити. До размовы об семейных каштовностях долучилась Алена Бухтиярова, мама пяти детей. А потому, что трубой, что рада и засмучая проблемах подлетков, находят наематуля добра веда из уластного вопыту. Мероприемство пролетело и мыгненно. Как поделились организаторы, каждая такой встреча попередничает великая работа, которая становится залогом поспеха и жадания детей снова прийти в библиотеку. Означим, что подобные встречи других филиал ладят несколько разов в месяц. На наступную запрошение отримают дорослые читатели. Для их рыхтуется авторский вечер солиста-вокалиста Гродзенской областной филармонии Александра Волынского. И на этом наши выпуски завершены. Развитываемся и до наступных встреч в эфире. Редактор субтитров У субботу 23-го Кастрычника у Гродня чакается пираменная вобычность невеликий дождь. Раницы слупок термометра покажет каля 6 градусов тепла, днем до плюс 9, а вечером до плюс 5 градусов. Ветер заход 5-8 метров за секунду. Атмосферный тиск 749 миллиметров ртутного слупка. Вильготность поветра каля 80% раницей 72 днем и 87% вечером. Усіх метрологічных дадзіных адшуваймай температура поветра на протягу дня будзе вагацца ад 1 до 6 градусов тепла. У районных центрах 23-го Кастрычника на двор я будзе наступным. У Великой Бераставіцы каля 5 градусов тепла раніцей вечером и до плюс 7 днем. Пираменная воблачнасть, невеликий дождь, ветер заходній 5-8 метров за секунду. Усіх віслачі і мостах сінупткі абяцаюць каля 6 градусов тепла раніцей до плюс 9 днем і до плюс 5 вечером. Пираменная будзе воблачнає воблачнає днем. Пираменная днем. воблачнасть, невеликі дождь, ветер заходній 5-8 метров за секунду. У Ліді і ўе ісмаргоні, каля 5 градусов тепла будзе раніцей вечером і до плюс 9 днем. Пираменная воблачнасть, невеликі дождь, ветер заходній 5-8 метров за секунду. У Ашмянах і Карэлічах, каля 4 градусов тепла прогнозується раніцей до плюс 8 днем і до 5-ти з плюсом вечером. Пираменная воблачнасть, невеликі дождь, ветер заходній, яго худкасть 5-8 метров за секунду. У Новогрудку, каля 4 градусов тепла раніцей вечером і до плюс 7 днем. Пираменная воблачнасть, невеликі дождь, ветер заходній 5-8 метров за секунду. Згодна з гісторею метаназі раніў, мінімальна температура поветра, якая була зафіксавана у Гродні 23-го Кастрічніка, 6-8 градусов морозу, здарлася гэта у 1988-м годзі. Максимальна температура поветра, зазначанай 23-го Кастрічніка у Гродня, 21-е градусов тепла. Рекорд належыць 1989-му году. У районных центрах найхладній 23-го Кастрічніка було у Новогрудку у 1976-м годзі. Слупок термометра пустівся до 6-ти і 2-х градуса морозу. Найтяплі ў гэтый дзень було у Ваукавыцку у 1989-м годзі. Було зафіксавана 18-ти і 70-ых градуса тепла. Е-магнітная сітуація ў суботу 23-го Кастрічніка будзі даволі спрояльній. Сонічная актыўнасть не піравысіць ў зроўню невялікі е-магнітных хваляванню. У заход сонца ў 7-гадзін 53-хвіліны, захату 18-25. Светлавыць дзень ў параўнані з пятніцей паміншыцца над 4-хвіліны і складе 10-гадзін 31-хвіліну. Па місяццовым календары стары місяц. А дакладні 23-го Кастрічніка ў 18-гадзін 9-хвілін пачніцца 18-й дзень місяццовыга цыклу. Субота будзі спрояльні для вызвалення аддаўніх звычак, а таксама для самаразвіця і самаудасканаління. Увець дзень, як ніколі будзі адшувацца радасць ад існавання і ўнутранная свабода. Датаго ж час просто ідеальны для рамантычных адносі іны заключэння шлюбу. У суботу 23-го Кастрічніка па народным календары Аулампій. Па гэтым прысвятку меркавалі пра той, якой будзі зіма. Прыкмячалі, калі на Аулампія рогі місяцца паказываюць на пауззінь, зіма будзі мякка і пузня. Калі на паузнач па православнім календары 23-го Кастрічніка імяніны ў Андрея, Антона, Кірылы, Паула і Сяргея. У каталіка ў Дзіняньон адзначаць Йерман, Ігнат, Ян і Раман. Дзіняньон.